все ли хорошо с изображением я пока запущу заставку так сейчас я наберу ази привет да привет ты в эфире да всем тогда привет так и мишу сейчас я здесь миша не будет так я он просто бы с нами играть у него там проблемы с микрофоном вот вместе побегаем на у меня пока грузится я пока просто покомментируем какое-то время есть четыре версии или песни пес 4 версия привет да не дай привет арканен привет леди крошка привет всем друзья да еще раз всем привет пригласить все конечно меню они из прошлой бетки сделали поудобнее учитывая то что игра почти весь день не работала она запустилась буквально недавно я требую в студию лучшего бота лакогенян прошу прощения привет 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 всем друзья многокрасно вершись бета дума вышла более-менее такая которую уже можно показывать сейчас дождемся мишу напишите пока как как у вас там дела как прошел день завершение недели все-таки впереди неунылые я надеюсь выходные можно наконец-то отдохнуть куда-нибудь съездить поиграть в демку файл фэнтези 15 например кстати кто был на прошлой трансляции нашей по демке файл фэнтези скажите как вам понравилось мы старались переводить все максимально подробно с японцами это было вообще хардкорно у них такой акцент прям вообще снова снова привет эрихон привет эрихон на самом деле самые жесткие акценты всех которые я когда-либо слышал в плане японцев это шухи и ушида вот там правда мне всегда было тяжело разобрать что он говорит о чем речь что по-английски блин ну не знаю по японски наверно нормально его было слышно я не знаю это апрель на дворе у нас плюс 16 градусов за двором привет playstation 26 науки нету я не знаю где то анонс увидел я уже везде поменял привет привет ладно пока миша тупит сыграем один матчик посмотрим вообще как игра себя ведет пока миша два моста привет майерс 2012 привет пригласить скайп чат сейчас приглашу мишу он просится в скайп походу решил проблему с микрофоном миша это из за вампайры если что для тех кто не знает наш главный редактор а как же я до сюда не заглядывал да это тот парень с экзамена по немецкому на файруч привет дружище как дела парня все отлично привет я снова с вами да и он в эфире привет удачи ты в эфире тут проблем в том что я не могу присоединиться к твоей игре вы пишите что ваше приглашение уже не действительно а сам зайти не можешь нет я попробую конечно главного меню предупреждали привет арканэм знаменитая стяги мага пишут наконец-то спустя столько лет можно будет увидеть думаете 2008 только анонсировали его подожди его раза восьмом анонсировали по ходу по-моему анонсировали совсем не восьмом году ну и ловишь а как у тебя дела ноги маги никто не обижает пишет твоего ботла алкогенян я всех обещаю я не могу понять как давай можно попробовать тебя пригласить давай как обычно царский конект на playstation не дает нам поиграть ну либо это тролли что-то неправильно с этим вздумал у него сервера вообще плохо работают я помню на стриме панчарта да тоже такая шляпа была кто-то не мог приконнектиться так пригласил себя посмотри а мне ничего не пришло сейчас может у меня уведомление отключены а потом уведомление пришли пожалуйста еще раз умолит сейчас это дун да драга все очень плохо получил ничего не прочь вот получил все на nintendo nx все хорошо работает сказал человек из будущего до на бесконечное соединение есть ваше приглашение уже недействительно сады раздевки там ладно ну давайте пока пару матчей в ростах поиграем потом попробуем еще раз приконнектиться давай или еще раз попробовать принять обрабы еще разный разучился уже такие лодку игры играть кого бьюти геймплей привычный как-то на самом деле дом играется очень просто он на улдскул но это так закос под улску это не чистый и покой сейчас посмотри на самом деле на сколько его поменяли не поменяли с прошлого раза мне кажется что разу не прошла с было просто отвратительно скажу вот увы на ps4 а я один что ли до сих пор на 3 бойки в мгс фантом фэйна порваюсь да к сожалению ты один в тесноте но не в обиде все ладно захожу в обычный бой у меня не заходит к тебе проблема с каждой онлайн игры долгий коннект на самом деле не каждая но на ps4 довольно популярная проблема можно будет потом на иксбокс у нас есть три класса начальных них вроде кастомизировать не можем и хлевое оружие это что-то расконтавки позже как как долго прогружается у меня еще хоть и подгружаются текстуры наружу когда вот там прошла инфа что игроков с россии не выпускают из-за санкции бред уже пускают говорят графон порезали сейчас увидим у меня у меня графон когда вы развороте персонажа у него статиринг происходит у меня тоже да кстати зрители можете это наблюдать сейчас смотрю с телефона с нетбука дизайнер костюмчиков напоминает очень хайло честно говоря здравствуй древний человек хорошо тебе там тебе живется так у гала спрашивают они уже сказали что в курсе проблем с серверами в россии кутом видео все все работает но приложи приглашение не работает надеюсь с азии получше канаде ребята уже там 11-15 уровня та же самая карта вода так прошу прощения тут некоторые люди мешают проводить трансляцию ази давай я тебя сделаю админом трансляции да давай будешь банить будет добавить модератора так у тебя эти есть этот в хайл вид ютубе аккаунт ну конечно аз подчеркивание тякаунки с подчеркивание тякаунки командный бой что на русском тега тебя это не тега 2 ты 1 g 5 4 3 2 этого пользоваться 1 ты по-русски пишешь что-ли? я по-английски щас я тебе скину да скинь скайп ссылка я по какой поиграл первая кровь блин комментатор поменяли зачем я такой крутой на всех платформах все работает добавь меня в андрадором там на ю тубе на ю тубе кстати говоря ребята добавили какое то просто удобное мыло при какой то мошен дур дикий просто его не было раньше мне кажется графику испортили а намного круче смотрится вообще намного смотрите на этот дубильный мошен дур при повороте камеры отправил тебе skype хорошо давай я тогда сейчас раунд сыграю и боже мой у меня голова сейчас просто вылезли они издеваются да что-то ужасно выглядит да как вообще блин раньше вот такого мыло при движении не было и все нормально работало но оптимизировали немножко стало хуже оптимизировали спасибо не надо да уж во что вы играете пробку мак про флаг мы играем стараемся играть руна демона скоро появится зато добавили эмоции вы видите боже какая треш ну и карта принорвлюсь к игре это союзник для меня это что не что-то же появился враг ревинан он примерно почему нельзя было назвать демона лавка вилянки что-то боже мой действительно у боже мой оружие не 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 играть проще а либо по правой зачем они неудобно играть стало просто ужас да я просто не понимаю работал все нормально без мыла в прошлой бета-версии ждем playstation 4k или как там четыре с половиной а сейчас еще и тиринг добавили демоническая одержимость закончилась они отключили просто наверно поэтому тебе не появился у меня просто сейчас глаза вытекли сам шутер довольно динамично и это мыли просто все сливается в кашу не знаю последнее время в играх столько мыла можно не хило взрывчатки на она делать до да это не просто но грустно как то давайте потом посмотрим версию для гбоксулан кстати я ее тоже скачал и там будет точно удобнее играть ну не знаю честно говоря управление на пласть 4 тоже очень хорошее но я имею ввиду у меня но если эти тесно можно а у тебя просто давать уже в итоге гиперсвинг спрашивает что такое тиринг тиринг это когда тиринг это когда есть картинка на 2 части или на большей части при повороте камеры или при повороте модельки тиринг это происходит когда нет вертикальной синхронизации кадров соответственно один кадр спинается другим да не успевается не успевают смениться в итоге половина изображения от прошлого кадра половина от нового и в итоге там типа такая срезка идет как будто картинку на 2 части отбил руна демона скоро появится на самом деле мне не очень нравится ракетник появилась руна демона появился враг ревенант оружием по-моему я с драйвиком играл я лежал на бельнице там на больнице там было 5 4 хорошая больница почему лежал расскажи если не секрет конечно один проводил опыт на самом деле он капитан убил возвращение враг демон убит появился союзник ревенант со всех огня господи еще подгрузки текстур подгрузки текстур да кстати наверно из-за них добавили мыло чтобы сгланили скорее всего просто нет не могут просто так добавлять мыло просто пришлось понизировать поражение а что никакого добавили что PS4 стал может понедлежение понизили либо какой то более дешевое сглаживание скорее всего более дешевое сглаживание где вместо с галимым фильтром текстуры получается такая жесть они могли это сделать например они могли это сделать даже случайно там где то что то но не является случайно просто простили что то но уровень это выглядит как то более как сказать прошлый уровень был как будто один из тех же элементов фил до угли сложно оценить потому что здесь карта камерная демоническая поддержимость закончилась станционный стандартный отлично ракетница вроде плохо стала работать получше в прошлый раз да ракетница работает чуть получше а дроби чуть похуже все как надо если проговорился про переход на ПК срочно в фокус пишет вольтрон он на самом деле об этом говорил уже много раз поэтому это не сенсация вольтрон привет кстати не видел тебя раньше на наших трансляциях это вольтрон это наш старый юзер я знаю кто такой вольтрон я его не видел просто на наших трансляциях наконец-то зашел вольтрон почему ты раньше не приходил ну по моему геймплей повеселее стал хотя да такой же один в один по моему просто чуть чуть побыстрее я конечно попробую сейчас использовать другое оружие о ну вот оружие типа нормальное стреляя осталось убить 10 врагов это репетур что ли озвучивает не знаю комментатор комментатор репетуры это конечно шедево в смысле он русский что ли да голос правда мне как-то грустно от этого что все меня меряются графикой впрочем не забываешь что игра должна приносить удовольствие леджи крошер понимаешь здесь такая хрень что из-за вот даунгрейдов просто тупо неудобнее стало играть то есть когда ты слишком быстро камеры двигаешь у тебя все сбывается в мыло раньше просто бета-версия осталось убить 5 врагов ну я уже на самом деле привык я же не щипит берианта появилась рана демона появился союзник ревенант такое ощущение что я играю в густа с 60-го реально мыло пипец на самом деле этот диктора по ходу реальной репертуры вальтрон говорит что он приходил просто не был зарегистрирован на твиче да это ну вот отлично теперь отлично осталось следующим шагом надо подписаться на наш канал демоническая одержимость закончилась нагрушительное поражение на админку сейчас да я тебе скинул ник а тебе именно нужна ссылка на твой канал да сейчас там очень странно потому что в чате там не мой канал участвует там именно google плюс канал участвует общий и я канал ютуба канал ютуба вот хорошо сейчас было бы удобнее если бы думали как везде в других чатах просто тыкнул на пользователя и все ну да ужасный комментатор гиперсвинг это репертуру не ужасно просто он не подходит целом пока репетур сам по себе вальтрон подписался на наш канал молодец вальтрон ура будет сопутствовать удача успех во всех начинаниях плюс 300 куда 10 лапок репутации на гейммайде с не менее это уже коррупция будет получаться как графон геймплей геймплей крутой графон порезали димон ювсюков кстати привет не дали попросаться модуль взлома что это такое это перки походу ой я 11 убийств а 1 смертей не уби хотя у нас есть чувак в фаркте который 0 убийств и 12 смертей на я вот скинул тебе ссылку сейчас на это давай блин сейчас блин он не копируется для этого пользователя не существует так url канала да давай сейчас url канала да вот он видишь вижу почему репетор все я тебя добавил я тебя добавил все банхаммер включать ребята на ю тубе включен банхаммер давайте там поосторожней на всякой ses в хэйла 4 графон лучше был стоп комментатор на хэйлаб 4 был комментатор хуже просто репетор никуда не подходит А так он классный, нет, почему он в Uncharted довольно хорошо звучал данного героя. Димон Икс, привет, Димон МТХ, да. Резня бесконечности, или как он говорил. Бесконечная резня бесконечности. Нет, стоп. Да, такое тоже было, по-моему. Там ещё был этот... Без... Без... Мега пруха. Да, мега пруха была. Новая карта, ребята. Посмотрю на новую карту. Кстати... Как раз на ней я сейчас играл. Неплохая карта, правда, всё равно нифига не понятно, где что находится. Первая игра ID, где ругать за графику придётся уже не Кармака, а Тиаго Сосу, бывшего крайтековца. ID has changed. Зато 60 FPS. Чем графон не угодил? Тем, что при развороте камеры очень мылится картинка и... Она там вообще мылится. Собственно, даже не берётся с работа. Без разворота мылится. Но это особо чувствуется при повороте камеры, из-за чего ты теряешь во врага из вида. Командный бой. То есть, это мешает именно геймплею. Не то, что некрасиво выглядит, просто мешает геймплею. Да, конечно, я в геймплее проблем в этом не вижу, но вот реально у них у него очень. Нет, на самом деле, после хайлы других шутеров мне это очень понравится. У меня была геймплея геймплея в правой геймплее делали операцию. Я понял. Ну, надеюсь, всё нормально у тебя. Первая кровь. Да, здоровье тебе. Да. А у меня 8 минут осталось до скачивания. О, телепорты прикольные выглядят. Вот эффекты телепортов раньше не было. Стоп. Смотрите, появилась загрузка долгая, да? Какая-то. Не, а груша такая-то была. На 90-профтах подписывает. Я уже не знаю. О, да, здесь модное добивание. Как замена к лаке третьей? Нет, не пойдёт как замена. Модуль наживо активирован. Теперь всё нормально. Хорошо. Так, ребятки, а как это добивать? Ты должен выстрелить по врагу, чтобы он загорелся красным, а потом на удар попал. Нажимаешь. Удар пикал на это на манологе? На правости, да. Такое размытие, как правило, отключаем воруция уже. Давайте проверим. Может, это реально можно отключить? Размытие движения. Да, действительно, можно отключить. Мошенблор, да. О, сейчас попробовать. Во! Получше стало, получше. Это как Division, когда может отключить романтическую операцию или как-то. Прилизная версия. Можно будет поставить английскую озвучку, или которую как-то никак не будет. Руна демона скоро появится. Может, даже не здесь можно будет поставить озвучку. Сейчас попробуем. Появилась руна демона. О, конечно. Ребята, он может ещё романтическую операцию отключить тоже. Может, это ещё лучше станет, сейчас отключим. Окей, сейчас я... Меня убьют. Враг демон убит. Я тут недавно пытался вспомнить, как называется этот эффект, но сейчас я благодарю, что ты мне его напомнил. Это которое из Масофекта, да? Такое... Но он сейчас там популярен. Да, да, да. Влад Борни. В фильме Джон Уик был такой эффект. Ооо, вообще намного чаще стала картинка. Слушай, вообще. Реально приятно же выглядит сейчас вообще. Модуль-планцирь активирован. Конечно, у всех... Да, да. Реально приятно лучше. Ну и хотя бы, да, ты... Мне кажется, что бодрее игра стала играться. А, надо было, надо звать. Модуль-планцирь активирован. Что, горишь, Азин? Я говорю, сказали, обосрали игру, обосрали, а нет. Ну, ты знал, что они эти валки включили этот... Так что, лишних эффектов. Демоническая одержимость закончилась. Ресурс модуля взлома исчерпан. Демоническое одержимое закончилось, боже мой. Демоническое одержимое закончилось, боже мой. Демоническая одержимость. О, почему-то меня тут убили. Довиком. Все, надо привыкать, блин. Планцирь-планцирь активирован. Мой брат сказал, чтобы очинить мой ПК. Всем привет. Привет, Виталий Душко. Привет. Карта прикольная, но... Подгружается, подгружается. Щит взяли. Так, интересно. Так, синяя, да, это здоровье. Красная, это щит. Слушайте, а что здесь за новую тему? Плюс какие-то штуки можно кидать. Придметы, как Хейла-3, что ли? Там был только телепорт, по-моему, да? Лидерство потеряно. Еще пауэрвэпанно. Что за играют? Doom. Снова Doom. Всп, мол, спрашивают, что оружие хоть кайф выложит? Что? Не очень, я бы сказал. Там оружие. Так, мне нравился телепорт. Оружие какое-то такое, оно как-то особо не чувствуется, честно скажу. Нет, я имею в виду оружие, которое на карте лежит. А, ну, спустя. Тут такое вроде нет, но нет. Кроме гауски, вроде она была ранена. Гауска и еще какая-то что-то. Руна демона скоро появится. Демоническая форма. Мне по стриму тоже пока нравится. Появилась руна демона. Фу, не по стриму появилась. Появился союзник ревенанты. Ее по стриму тоже нужно. Кто знает, будет для открытого детства. Вряд ли. А Вальтрону, судя по стриму, даже нравится. Думец. А, ну тут три. Ресурс модуля взлома из чапа. Демоническая одержимость закула. Даже автоматка пистит, а с автоматом можно двигать. Я уже не перезаряжаю. Спасибо. Джейк Крашер спрашивает. У меня одно непонятно. Почему я иди отказаюсь от классического дэдмача и ФФА? Это что? Фри форол. На полпути к победе. А почему? Ну вот классический дэдмач. Чем тебе не нравится? Потому что он милд до типа 1 против всех. Ларгинг дрожит. Кажется за себя. Тут сейчас идет команда дэдмач. Фри форол, да. Это все против всех. А вот сейчас классический дэдмач. Демоническая одержимость закула. Нет, ну он на самом деле дэдмач в бэхе был всегда агент. Фри форол. То есть он вызывался там просто дэдмач. А потом был еще тиф дэдмач. То озвучивал Бэтмена Анула, а вот его сюда надо. Джигурда озвучивал его. Где детонатор? Модуль панцирь активирован. Не, ну репеттуру, конечно, на комментаторе. Это да. Руна? Руна где-то на карте. Я еще не знаю. Так, у меня почти все скончалось. 80 секунд. В горе и уровне килме. После этого всегда будет вайп. Да, конечно, будет. Тут прокачки все равно это какая-то. И сука с мудрой взломами нас черпает. Главное здесь прокачку. Но тут уровней есть в каком. Здесь у нас статистику грубо говоря. Надеюсь. Да, серьезно. Атомат сильно бафнул. И с ним можно бегать. Приятненько. Убежали. Не знаю, что вообще. Руна демона скоро появится. Осталось убить 10 врагов. Появилась руна демона. Появился союзник ревенант. А вот его. Но она так недалеко кидается. Что это за руна? Там желтая такая лежит. Давайте ее попробуем взять. Если меня сейчас не убьют, то за мной держим. Осталось убить 5 врагов. Да, вот она. Что это такое? Спешка. Спешка, понятно. Я быстрее бегаю. Прокольно. Ну, такие классические бафы. Главное щит. Спешка. Осталось убить одного врага. Демоническая одержимость закончилась. Достигнут убить одного врага. Фэйст ми подписывается на наш канал. Молодец, дружище. Фэйст ми подписывается на наш канал. Фэйст миф. Фэйст миф. Фэйст миф. Фэйст миф. Трехмерно, ты хотел сказать, одноуровневый. Ну да, одноуровневый. То есть, нет в фрешке кого-то заубить. Там еще карты такие все очень компактные, что даже нет таких вот больших локаций, больших арен. Ну чё, у меня скачался Doom. Давай попробуем все приконнектятся. Привет, дима Legendary. Прайзен РС-130 подписывается на канал. Привет. Так, Миш, я тебя давай приглашу сейчас. Загрузки. И тебя Азия тоже. Сейчас меня тут заиграли. У нас совсем ничего не нужно. Так, давайте пока ждем наших друзей. Уберите, не убавьте немного звука. Ну, как обычно, забывая это сделать. Давайте посмотрим на персонализацию броня. Сейчас я чаток немного уберу, чтобы… Что-то какая-то фигня. У меня он предлагает ознакомиться с лицензионным соглашением, поставить галочку и ничего не дают дальше делать. Поставь галочку, нажми кнопку вниз и все. Поставлю галочку, я там кнопку вниз нажимаю, не реагируй. Ну, ты не протестал просто соглашение. Протестал, протестал. Блин, какой-то груб реально такой. Сейчас опять запущу. У меня был неприкасаемый, но меня убили потом. Сколько всего стримеров Магомаги? Я один. У тебя широкая душа, поэтому можешь сказать, что у тебя два. Шлемы разные. Кстати, вот этот шлем похож на Рикона из Хейла. О. Погоди-ка. Айзи, ты смог проконнектиться? Сейчас, у меня он вообще не пускает пока в игру. По какой-то дурацкой причине. Ведь Риконе только раньше, три самых игрока там показывались. Ну, как и во многих шутерах сейчас. Основной цвет. Давайте желтый. Нет, стоп, давайте. Вот так вот, да. Во, шикарно. Во, у меня шнадцать убийств, девять смертей всего лишь. Ну, более металл. Подсветка. Можно черная сделать. Музыка крутая. Еще бомба. Нет, ведь не гордо. Не пускает. Не пускает, да? Почему-то, то есть, я подтверждаю, что прочитал правила, и дальше мне не дают ничего сделать почему-то. Да, подавшись, Лешка, перед камерой. Весь на подключение, может. Да, настройка этой цвета оружия прикольная. 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 Шлем гадюка, как из Mass Effect, да? Похож. Музыка. Выключение. О, можно выбрать такую потертость дрововика. Не получается. Что за фигня? Что вот здесь делать? То есть, почему мне не дают нажать на кнопку продолжить? Попробуй перезапустить вообще. Я уже второй раз перезапускаю. Сейчас, Миша, я тебя еще раз приглашу. Не получается, Алил, что каждая фигня. Глюк какой-то. Сейчас еще раз приглашу. Попробуй. Грязный супер дрововик. Нет, но какой-то он слишком грязный. Подробности. Да, давайте грязь немного играм. И как тебе? Ребят, кто-нибудь из вас играл в Uncharted 3 в 3D? Я играл. Да, качество графики сильно попадает при этом. Да, эффект не такой уж интересный. Потому что третьего лица, наверное, из-за этого, скорее всего. Варпас покажете. А это что, прости? Блин, все сбросил. Ладно, хрен с ним. Он мне не дает, то есть тут Ильич подсказывает, что надо прочитать правила, он мне не дает вообще сделать ничего, кроме того, как нажать на крест. Блин, ты или стиком или крестовиной попробуй? Я вот, ну я же не идиот тоже, но я все это пробую. Нажимать, крутить, куда-сюда ничего. Заметьте, как Doom портит отношения между людьми. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну я понимаю, конечно, очевидный совет, это самые важные вещи. Но, как бы... У меня тоже не получается, короче, играю по-обычному. Никакие, мы тогда тоже играем. А так меня, меня даже в игру не пускают. Попробуй пока, ну минут через 15 еще окей. По-скроллю, тебе подсказывают по-скроллю. Ну я, я, я объясняю, что не скроллится, ничего не делает вообще, не дает ничего сделать. Но то, что надо было подскроллить, это, как бы, интуитивно должно быть понятно. Разрешение сильно режется неприятно. Да, это прям из эффект. Все-таки нашел, какое-нибудь посмотреть, пишет Верихон. Добавлено, у меня сейчас вообще ни подключения к северу не происходит. У меня ищут игроков. Ну да, это все-таки подключение окном. Тестирует, блин, тестирует. Нельзя же было все сразу нормально сделать. Я вот думаю, в 3D пройти его полностью. Это как испытание, конечно, потому что при таком низком разрешении глазам неприятно в динамике играть. Зачем себя так мучить? Собей. Классика, выключи и включить пробовали. Четвертый раз уже. Выключаю и включаю. Варпаз, вроде, называется тропа войны. Нет. Не знаю. Может, подтвердить не дает из-за того, что нагрузка на сервер? Возможно. Он вообще, в принципе, ничего не дает сделать. То есть, вот эта вот галочка, которую нажимаешь. Дальше, по идее, есть такие менюшки, которые надо там стрелочками или стиком выбрать. Он мне не дает сделать вот это. То есть, кнопки эти не работают, никак не реагируют. При этом, сам по себе джойстик работает, потому что во всех остальных в менюшке я лажу нормально. То есть, получается, все вверх-вниз. Там, и стиком, и этим. О, я что-то подключилась наконец к кому-то. У меня пока еще не подключилась, просто ищет. Все. Поехали. Очень удивительно. Включаю такие эффекты, как хроматическую операцию в шутере, мультиплеерном таком, ну, быстром относительно. В Destiny-то это работает. В Destiny-то нет хроматической операции вроде бы. Была, была. Ну, я не помню, мультфлэри эта штука разве работала? Работала или где? Ну, она там, скажем так, не настолько сильно выражена была. Она просто, да, там она не настолько сильная, и она там только по краям экрана, то есть, такое создает ощущение, как будто в шлеме. Ну, хотя в этом, в Bloodborne тоже по краям экрана, но там сильнее. Но в Destiny-то это 1080p, как и в Bloodborne, полностью. А тут по такой сути, что нет 1080p. Либо есть, но тут какое-то мыло адское. Да. При том, что вроде бы в прошлой бета-версии не было такого мыла. Все равно. Ну, там было немножко заблюрено, но так, в целом, было нормально. То есть, так нам все оказалось, что 1080p, честно говоря. А здесь как-то не знаю. Отлично. У меня бета-версия вылетела. Просто вылетела. Видимо, это какой-то вот такой у них глюк, он ничего не пускает. Я вот сейчас пробую десятый раз уже. Отдача от оружия почти не чувствуется, кроме дробовика. Ну, хотел же проверить. У меня дробовиком еще не пробовал потом. Ну, с автомата, на самом деле, реально, так, ну... Могла быть побольше отдачи, но... Ну, а чего тут еще отдача? Снайперская винтовка тут одним выстрелом стреляет. От автомата, в принципе, отдача, ну, есть, но она небольшая. От ракетницы должна быть отдача, правильно? От ракетницы должна быть, но какая разница, если у тебя один выстрел, там, в пять секунд. Ну, не в пять секунд, на самом деле, в три где-то. Ну, примерно. В бете же два режима командно будет, тропа войны. Насколько я знаю, хотелось бы Team Deathmatch и этот режим тоже. Конечно, будет тропа войны. Ну, пока только один, два матча сыграли. В Team Deathmatch. От BFG монитор унесет. И штыль еще. Ух, меня как-то убили быстро, непонятно. Так, давайте реально попробуем другой режим. Может, это в этом режиме такие нагрузки дикие? Ну, короче, полная фигня. У меня не получается зайти даже в самую. Подожди, ты скоро попробуешь потом? Ну, а че попробовать? Ну, как бы, на этом моменте, где надо лицензионное соглашение, условия, предоставление услуг и так далее, кроме того, что я могу вот нажать на галочку и все, я больше ничего сделать не могу. Обзор на ме Тома будет. Ричел Зону вам пишет, привет, братюня, здорово, братюня. Круто. Привет. А сестер нету в чате? Сестер пока нету. Кстати, были тут две, но что-то они как-то давно их не видел. Люди прикольно себя броню кастомизируют. У дробяка вообще никакой отдачи, по-моему, нету, ребят. Ну, в смысле, реально, он, типа, на секунду, буквально доли секунды поднимается вверх на два миллиметра, а потом сам уже спускается. Давайте жгите, гамаговцы. Да, всех сожгем. Обзор на ме Тома будет. Ну, СК вроде хотел написать. Ме Тома прикольное приложение, кстати, советую всем. Так же, как и демо Файнал Фэнтези. Эх. Про Файнал Фэнтези вообще отдельная тема. Эх. 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 Ну, короче, пофиг. Я, конечно, выключаю. Эх. 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 ульлайдрага пишет, про какого-то типа. Зелёный чувак, как из моей деревни вернулся, огород помогал копать. Ну, да, выглядит он так, так, да. Краска содрана, весь в грязи, блин. Не знаю, поюзал он метов на планшете, что-то как-то не пошло. Надо друзей добавлять, весь прикол рядом, друзья. Ну да, а как без друзей то? Прикол в том, что она говно. Эх, это чё-то не очень хороший прикол. но это первоапрельская шутка просто мы не привели уже говорили что игра по дизайну чисто хэлл 5 бред не знаю такого тут не говорили один захватите и защищать обложки главный герой в этом костюме похож на ну посмотри на этот шлем и 11 большой наплечник другой маленький на прям 1 на самом деле на хэлл 5 рано не похоже он его так дизайн модуль диагностики активирование намного интереснее зона захвачена не ну именно материя зонат персонаж похоже но там броня более упор это общего лидерство захвачена модуль диагностика активирован что мне кажется или . прям как-то очень быстро продвигается будет рэш как набежала народ это что дает эта диагностика потеря зоны диагностика активирован зона потеряна а я понял я не знаю что за модуль диагностики на самом деле только не разобрался захват зоны показывает здоровье врагов да кстати полезно модуль модуль диагностика активирует у меня как-то криво скачался и установился лидерство потекла скоро появится модуль диагностика появилась руна демона захват зоны появился враг ревенан захват зоны демона можно зона потеряно смешно грубо говоря сделать подал в прогнозе нужно нанести ему по моему триста триста урона и нажать на приклад но не не совсем лишь на вот это стильное добивание ресурс модуль взлома исчерпан захват зоны надо его на карте найти понятно не что это играет на 4 захват ази забанчика ковчать враг демон убит мусор не понял активирован появился союзник грибинал маты и наезды на стримеров запрещены модуль откажется я же активирован нет потеря зоны союзник демон убит появился враг ревенант зона потеряно ой господи я тут очень непонятно что-то происходит модуль воздаяние активирован не ну как по веселее реально стало вот реально намного веселее чем на какой сенсей играть на на обычной сенсей да на стандартной сейчас посмотрим какая это сенсей ази закончилась захват зоны 40 процентов нажимаешь на него и активируем а на причине приглас ассенейшн хотя здесь не очень красивый мультиплей но не быстро просто потеря зоны зона потеряно на самом деле презентация конечно все как-то поприкольнее выглядело это мультиплей разум? по-моему да модуль поставщик активирован сейчас играю в quantum break не соглашусь с вашим мнением по поводу этой игры итоговую оценку не готов поставить R4S как в общем-то сформируешь свое мнение напиши его в пользовательском обзоре под нашим основным обзором если бы рады его прочитать да я что-то так ищу многие люди что-то пишут другое мнение но при этом ничего не пишут развернуто в обзоре ну либо я написал потеря зоны модуль поставщик активирован да такое наса по-прикольней конечно куриц в этом режиме зона поцелу приеду к ревенант все равно как-то я считаю как-то убивать вообще не понятно ну ты его сам один-то и не можешь увидеть модуль поставщик активирован атаку вот одну ракету выстрелили так вот очень приятно одна ракета не как-нибудь это грех вот он все летом за дверки ну вот за раздевать а потом хорошим реле пара модуль поставщик активирован появился союзник ревенант я не могу найти там чувака ну как его не можешь хоть он ну вот у меня выкинул в чат я зашел обратно и чат обновился я не вижу ну открой там по юзеров чат ресурс модуль потеря зоны как не дует нажива активирован зона потеряна потише игра такие шутаны задротства да не не очень на самом деле легко играть панк эх союзник демон появился враг ревенант захват зоны посмотрю смотрю убеждаюсь интереснее было бы с половием мышкой тут управление демон демоническая одержимость закончилась зона потери пони кони как пони кони что за игра такая дум это лучше чем хэйло нет не лучше почему-то при слове зона потеряно на ум приходит ждал кер захват зоны зону нет такой человек стихи лет просматривая тема что мы же все захвачено циркал что уже забаним он сразу бежал гипер свинта с нами напиши в чат потеря зоны зона потеряно а я все проиграли дону басами ну блин около в дюйте в дюйте такси ехать в третье по крутости второе я вообще рока только одного убил короче я выключаю свой приставку буду смотреть только они потому что не пускает давай смотри в основном в чат монеты ваш это дум не хочет просто он понимает что его больше хейтить в андреал торнамент играли он новый который в разработке как в сравнении с думом мне если честно андреал торнамент понравился понравился побольше потому что он именно аутскульный он играется в один-в-один как старый анриал торнамент выглядит красивее чем дум красивее чем старый анриал торнамент вообще бомба выглядит может постримим его кстати я сейчас он еще остался можно будет на днях сделать стрим по анриал торнаменту не признаю клава мыши играть на них скучно и неинтересно пишет интересные игры действительно неинтересно скучно играет на помощь на джойстики на чем угодно а в чем разница кроме руки джампа и рельса ну во-первых в андреал торнаменте в разы больше оружие которые именно валяются на картах во вторых в анриал торнаменте сама механика хардкор не там есть отпрыгивание от стен там есть доджи там в общем-то попасть сложнее с пушек вот игра за заточена только под клава мышь пока что консоли дума дума играть наверное не так динамично ошибаешься нормально играть 3 андреал он был когда выходил на playstation 3 там было очень забавно что все эти доджи и отпрыгивания от стен они ким-то автоматическим образом делались это было очень тупо конечно не ну да наверное я про койкину я понял уик не знаю что сквейк давно уже не выходила сравнивать его старыми но как минимум скрыгал на со старым веком ангел турнамент но дом а новый ну господи старый крык там и карты лучше были же провидно были более трехмерные и хардкор не было и целиться было сложнее кстати ладно наверно что цель сложнее было потому что там филд-у-вью возможно был побольше скорее всего очень потому что персонаж были как-то меньше смотрелись и плюс соответственно они быстрее бегали как-то по бой по большим локациям далеко убегали а тут все в коридорах в основном происходит поэтому как-то все проще и прицел на пол экрана кстати да вот это смешно чтобы на друг века на самом деле тупо что нельзя собирать оружие на карте то есть опять таки насколько казуально что можно собирать оружие на карте но как-то непонятно где они находятся там не оружие на карте там гаусска попадается на поту спавнится и собственно демон все остальное я не видел патроны лежат и здоровы стиками не успеваешь судя по стриму повернуть камеру когда противник прыгает если увеличить сенсу на близком контроле будет все мимо дружище просто я еще слежу за состоянием стрима слежу за чатом общаясь с вами и пытаясь там банить всяких людей и поэтому внимание рассеянно немного так и так бы я играл лучше понятное дело но когда я играл в прошлую бета-версию мне было комфортно играть ну я имею ввиду когда я один играл плюс еще я когда играл в хэйло придут к своему крутому джойстику который у меня на из боксования и сейчас обратно привыкаю к дольдшоку да у лёши дорогой крутой джойстик от рейзер вайлдкет там просто конула объясню сейчас чем прикол во-первых там стики в разы точнее это не отмазки там стики в разы точнее и плюс кнопку прыжка можно назначить на задние бамперы чтобы не отрывать большой палец от стика а так в принципе я не отрицаю что я не сама скиловый игрок воздаяние активирован ух я и я теперь могу говорить ух я бы вам сейчас показал если бы меня упустили до снайперка хэдшот не поставила кстати с хэдшота могла бы убивать кстати кстати я смотрю сейчас зарядка у них оставили они зарядку у этих оба ружья конечно оставили подобное но при этом она моментальная практически очень быстро расскажите про что сейчас вам блин пытаюсь читать и одновременно ази почитай про чатик пожалуйста так расскажите про динамику нового дума хорошая динамика единовичнее чем было в прошлой бета-версии на счет того что быстрее противники умирают и быстрее заряжается оружие по крайней мере вот это как его арк пишет что он он еще по стриму анчарта дополнил что скилл у тебя не очень ничего страшного я не адресаю некогда времени очень мало чтобы нарабатывать этот самый скилл че еще там дофига комментариев кто из наших играет я играю кто тебе еще нужен зона потеряна или я не ваш вольтрон говорит что он тебя не обвиняет а скорость дума на геймпаде все-таки в хэйло медленнее хэйло хэйло быстрее чем дума это я тебе абсолютно точно могу сказать если не веришь посмотри посмотри запись хэйло в рот чемпионшип но там просто убивают быстрее на самом деле мы с сейсом ази на самом деле хотя и вместе хотели поиграть но если не получается приконектиться из-за того что играю как бы еще в говнистой стадии а ази не пускает в игру реально я захожу и не дает там вот принять лицензионное соглашение ты нашли же доходит да не реально играть здесь следить за всем комментарий это не указан нет это вот мне нравится просто как бы скилл падает и это понятно пойму по понятным причинам если вы мне это не нравилось я бы не занимался стримами модуль поставщик активирован потеря зоны ну вот что мне не нам не нравится так это комментатор репетур не затащил репетур конечно не было четырех кратный урон и все равно не смог убить демона в одну лицу не убить опана какой господнес пришел тут суть не скил показать да согласно я видел как стрим от киберспортсмена не почти не говорят с чатом может только в перерывах блин у меня такой тиринг ащи когда камеру пора на тоже я хелла фана на чемпионате млг они играли на 10 с и все не наш с вами уровень если честно там вообще уровень игры просто за облачь на и даже если говорить про хелла вор чемпионшипы про ему же там примерно одни и те же люди играют даже не примерно примут одни и те же люди и в принципе да там они не во первых не юзает все фишки которые продуманы игрой то есть там удар плечом в общем да там отдельные комментаторы про что говорил ну да надо тренироваться годами я кстати говоря не видел одного стримера который стримит файтинге вот он реально умудрялся болтать бесконечно и при этом еще играл хорошо это был как-то феноменально на самом деле есть запись посмотрите мне для тех кому нравится хелла тот получит большое удовольствие от хелла вор чемпионшипе я так вы смотрели дедпул да смотрели дедпул да я тоже смотрел нахало и так внутри мне кажется у меня у меня у меня тоже кто-то тоже скилл в играх не очень ну ничего все-таки на депейта как 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 их отключить вот он чувак который копал грядку там в речи узнала напомнили потом посмотрим еще на самом деле какая сюжетка в доме будет насчет поделось быть прикольными файтинге два больших персона экране там легче наблюдать за чадом и игрой я бы не сказал потому что когда ты контролируешь игру ты должен абсолютно полностью погружаться в механику должен знать предвидеть что делает твой оппонент и агрожда тысячи преподат противопоставить меня скилл в просмотре стрима высокие но это хорошо пишет копал огород драга накопал огород у драга он вроде помылся надо как карина орать на каждого кила и куча зрителей всем пофиг на скилл на самом деле она еще но там все громадное сделано в плане того почему немного зрителей но мы такие у нас немножко другая цель ищите у нас нету к сожалению вот были птички вы бы так сделали как твой котейка мой котейка сейчас спит до ботов у него много далее я не даже не про ботов на самом деле зрители у нее тоже много но она просто как бы устраивает дешевое шоу давайте будем честными она зарабатывает свой хлеб честным образом и нет на самом деле если народ ходит примерно то же самое что дом 2 тот же надо если интересно тебе не интересно при этом куча людей это смотрит и как бы это не было печально считайте так у нее есть такая особенность что ее за 30 рублей можно полить полить говном люди этим пользуюсь этим пользуются людям это нравится нравится ее реакция вот это фальшивая то есть ну есть множество разбор на тубе где-то на 100 со стоп-кадром совсем комментирует там и реакция что такое вот это кстати говоря мне кажется гораздо больше зашквар в том смысле но какой смысл вот разбирать там ее реакцию доказывать что это все наигранное но вот это как раз таки вообще ни о чем он видимо отошел на секунду показуха театр не более пишет драга это просто мейнстрим люди обсуждают то что мейнстримова отцы сколько нас сегодня три человека а если ты имеешь ввиду в чатике нас сейчас больше 30 человек почти 40 16 зрителей на ютубе 16 зрителей в твиче и 6 на гудгейме кстати ребята с гудгеймера не молчите мы вас тоже приветствуем подписывайтесь на канал пишите в чатик вольтрон говорит что я его мысль озвучил ну конечно я же телепат кстати азия напиши пожалуйста на ска 2 в чат он опять отвалился я просто не знаю на каком еще устройстве открыть сейчас просто на компьютере у меня включена в весь экран стрим чтоб я следил за этим сейчас господи сколько мне народу оказывается в городе помогало на самом деле да немного странный стиль брони все такие блин подбитые в коррозии в каком-то дерьме прошу прощения за бедность речи как ты мог если в хейло знаете все наоборот вылезано как-то рафинированно выглядит то тут прям просто первая кровь зря туда побежал прям прям модуль нажива активирован зона захвачена потеря зоны соло на клавиатуре хотел я ему добивание сделать после вашего стрима battle toads решил перепройти их сам спасибо вам за это леджи крошер во первых пожалуйста во вторых после стрима по крэшу бандикута вообще очень много людей его скачали и вспомнили на то насколько он был крутой я в том числе ящик вас и стрима поиграл на полыгры хоть по стрима прошел по плаве на вторую часть миша тебя пишут не печатая на клавиатуре а то уши отваливается да миша если ты печатаешь на клавиатуре выключаем микрофон там кнопочки в скайпе да я знаю на гамаге кто-то не прав и миша быстро отвечает набирая соло на клавиатуре миша печатать свое сто тысяч пятьсот шестьдесят второе сообщение ск2 тв ничего себе а это это анонска точно сто четыре тысячи семьсот семьдесят девятая на самом деле появилась руна демона появился союзник ревенант шипся на четыре тысячи модуль нажива активирован ну в мишеном случае четыре тысячи пять тысяч небольшая разница вообще не нравится мне этот режим тут как-то один выходишь против тучи врагов и шансов никаких так в принципе ну если кемперить как издалека то может нормально будет давайте сейчас попробуем снайперку взять для этого дела на иска 2 ты у нас смотрят два человека будете смеяться но я ни в одного крыша не играл вообще как-то не довелось сочувствую ты много упустил на самом деле очень много в первой игры как раз таки у джек крашера было таким таким 3 кодным танка а я помню такую игру я еще тогда не знал что есть такой жанр как все спорсон шутер называла игры таки такого плана дума подобными всегда мне казалось дико крутой штукой что можно вернуть нужно играть в команде по тактике согласен да и даже есть такой режим как который нужно в командировать меня дико кумарит русская звучка английская было лучше намного захват зоны репертура хоть бы обработали блин в каком-нибудь редакторе чтобы он как как демон звучал вот это было бы нормальное зрелище тогда бы репертуру не узнавался репертура то киллер фича русской версии там будет на самом деле вместо думгая будет стоять репетур модуль нажива активирован что мы сливаем кстати здесь есть френдли фаер или тут захватили флайк или что то такое нету френдли фаера тут захват зона king of the hill был кстати в свое время очень прикольный тайм сплинтерс окей надо будет попробовать клэша пишет джекрашер обязательно попробуй обязательно обязательно игра в которой ты точно не разочаруешься только пробуй крэш из старых потому что были еще крэш от активижен здоров парни привет диберга библиот и на в кустом есть появился союзник ревенант но она не влияет на гимплей да а да 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 мобиль поставщик активирован союзник демон убит появился враг ревенант лидерство за зашел с 1000 аккаунда привет арк спрашивает какая следующая игра на турбо гамаги сайфон фильтра да я все-таки уговорил уговорил еху карты подарю карты по открытии есть вообще нету все карты коридорные как бы печально это не звучало я убил дела зоны появился союзник ревенант гвоздь программы уже лёха тут есть какой-нибудь вариант чата чтоб я автоматически мониторил все не с разных окон а с одного есть давай я течь блин если я сейчас буду поэтапно говорить как это делать давай тогда к следующей трансляции сейчас слишком много комментариев я не успеваю за всем следить есть на самом несколько вариантов ладно разберемся желательно если там есть возможность вообще с мобильника это 20 мобильника нет возможности об этом мечтают все стримеры как бы все-таки чате чат они пишутся исключительно любителями вот именно которые мультичат и которые совмещают много ресурсов в один счет сифон фильтр будет какой второй посложнее и постасовее я думаю все три по очереди все три оригинальные я имею ввиду те которые ходили на playstation 2 и psp я думаю не имеет смысла захват зоны старички вы в мобилке вообще играете играем захвачена ну в такие редкие экземпляры что называется я играю диперган 613 подписывается на канал молодец дружище зима легендари спрашивает у меня какая у меня версия playstation 3 у меня обычная среди химки достаточно три с половиной три с половиной к за обычная с ним версия до этого была 60 гиговая с обратной совместимостью которая несколько лет назад вернее сколько это было когда в москве была вода дикая жара она не пережила эту жару и мне ее поменяли как раз на эту сливку спрашивают что вообще случилось с афин фильтром почему он пропал но студия по моему третья часть была уже такая то есть тут плохо продавалась и sony урезала финансирование для этой студии потом уже были попытки воскрешения на playstation 2 на psp пару игр то есть некоторыми даже знаю людей которым пспшные варианты нравились но это были такие откровенные середнячки которые ну на мой взгляд ничем особым не привлекали к себе ну и дальше по сути дела это команда продолжила работать над портативными играми она сделала по моему она в хоть момент переименовалась в sony band и сделала она резистанс портативные она сделала вот относительно недавно она делала портативные анчарты что-то еще вот они делали для портативок я так сейчас ходили вспомню и вот сейчас ходят слухи что они для playstation 4 делают какой-то хоррор или что-то в этом роде причем с открытыми локациями пишет дипергну 613 это сено и он подписался привет всем наконец-то старички с гамага подпишись слушая мешали осенул это не то чего который нам кальян дело тогда сегодня а здесь сарафанов да сегодня мы еще еще есть но он не играет сейчас из за ази сарафанов так там драга писал про ванглори я слышал про нее но не играл потому что моба не люблю на телефоне я сейчас играю в clash royale очень-очень прикольная игруха убивает время просто идеально и в метом а на мобилках на самом деле последнего что и так вот залипал это был fallout settlers ну и также шелтер да пардон и еще от пикпок гейм есть такие карточные спортивные игры типа футбольная фликик легендс и еще баскетбольная такая же игра я не помню как она называлась что-то типа rival stars так все на луна тебя злится миш он тебя передает до скольки стрим примерно до 11 вот что жаль серия была достойная просив на фильтра да да почему сильно ты злишься мишу такое молчание все ждут ответа до миша раскрыть правду хан затрут сенал я твой отец драга пишет могу посоветовать др от русского разработчика очень хардкорная она не хардкорная надо блин это клише со всех современных выживалок и плюс она еще хреновенько оптимизирована музычка хорошая играет музычка из дума а я играл хотя в эра так 2 недавно бесплатно по-моему бесплатно обзор квантома пишет сенал но он шутит потому что он понимает тщетность бытия тщетность бытия я добавил но вы поняли но понимает тоже это уж более чем все кто поиграли в контам уверены тропа войны ждем что дальше будет среди интересно что не было дальше да ладно это значит я такой лох да почему лох если на лоббилках вообще в принципе мало что выходит в dz играли у меня только немножко так у товарищей поиграл у меня просто dz бомбит очень сильно потому что ты понимаешь что ты все время который ты играл dz потратил на в пустую в пустую да когда тебя убивают ты можешь 6 там 7 часов на играть и все но это как бы фишка игры то есть никто из за это не осуждают осуждают за баги на самом деле подобные ощущения я помню что у меня были когда играл пытался играть в рагнарёк онлайн там дико забирали опыт при гибели мы поднимаем тщетность парагона тоже верно потеря зоны зона потеряно драга не грусти я много дерьма перепробовал на мобилках стрельба изменилась как-то изменилась до перри перебалансили некоторое оружие плюс вроде бы по ощущениям сама игра стала чуточку динамичнее там быстрее зарядка происходит у того оружия который заряжается вот реально в раза в три наверно быстрее вот противники быстрее умирают поэтому как бы быстрее умираешь быстрее убиваешь как бы динамики намного больше и добавили блюрные эффекты которые можно отключить слава богу реально включаешь блур эффекты и вот эту хроматическую операцию и сразу становится нормально хроматическая операция работает тогда когда у тебя соотношение как бы разрешение экрана и в самой игре совпадает то есть когда нет лишнего мыла грубо говоря тогда это смотрится красиво и четко ну четко имеется ввиду что эффект работает как надо вы играли в таро это по моему какая то ему мошка если не ошибаюсь да я не играл кстати я тоже не играл не играл мне про нее рассказывали что там прикольная нон таргет система и много доната я сам позже пойду рубить но даже цену по моему она же по моему от создателей линейки что ли что то в этом роде там я вот помню что энце софтвера кто из-за их внутренних студий я уже не помню трепа вообще русская если что-то да она нет и ладно окей посмотри а то я не помню а кстати говоря по поводу мобильных игры я еще люблю играть в мелкие такие логические типа 1010 черт недавно нашел такую игрушку сейчас даже посмотрю как она называется специально sky называется кстати просто там по рельсам ездишь то пишем наши тебе пишут а и он от линейщиков а и он точно я терус а и он точно точно так линейка тоже южнокорейской модуль нажива активирован модуль нажива блин вот и хрен пойми что это такое модуль нажива модуль нажива надо отпуск на работе взять и за линеет пишет корж это между вазе и корж и нам уже несколько стримов подряд лица были не щетка понятно ой господи жалко и злого нет этого парашюта рик вспомнил про your not prepared потеря зоны ресурс модуля взлома исчерпан зона потеряно давай давай я тебя бушку оторву сейчас нет этого захват зоны 75 качкам убийство нажива отлично даже дрога это следит лучше чем я ну да тут описание то есть читать квесты для слабакова блэк дезерт играли играли у нас категория даже был спец материал по моему по блэк дезерту это перечисление запасил и по-моему лёш ты тоже что-то писал поэтому но я еще должен обзор который я никак не сядут я на самом деле все хотел в нее поиграть я люблю игры с красивыми продуманными редакторами персонажей но моя машина такую точно никогда жизни не потянет на консолях они что только обещают антон корше пишет перевод напоминает деба не знаю каким местом напоминает может только если тексты враг демон убит зона потеряна появился союзник ревенант так друзья наверно отсоединить потому что аккумулятор разряжается хорошо позже слышу всем пока пока поиграйте в ерихон советует арк зона позже знаете я бы хотел увидеть на каком-нибудь из нынешних движков ремейк за терминатор 990 1990 от без съезда с тамошним отображением лос-анджелеса ну у них нет прав на терминатор это тот который был еще сайт скролл шутеров таким закончилась на дэнди грубо говоря ну на нас вроде он до 90-е годами понятное дело что это сайт скролл шутер я помню тебе прикольно решил на эту вот перед перейти на youtube ну давай кстати напиши как интересно как по стране с ключевым качеством этого должно быть получше на ю тубе мне что не нравится неудобно следить за чатом то есть если в приложении твича можно сделать чтобы видно было только чат в ю тубе так сделать нельзя ты знаешь что можешь сделать можешь чат твича отдельным окном вывести на ну вообще отдельным окном вынести и делать ничего хочешь ну я то это все в мобильных устройствах у себя тоже за планшет я взял мобильник да на экране у меня картинка игры убогие мобилки и мобилки крутые просто просто ты страдаешь сейчас обложился там всеми устройствами было бы хорошо если бы кто-то подумал об этом и сделал бы все нормально но ну все как всегда короче ачивка скорострел я один больной испорчена нет нет но нес это до секшен первого лица можно играть или за кайла риза или за ты 800 нормально качество лагов нет на хочется демона взять потеря зоны появился враг ревенант это я так понимаю один из демонов полная версия должно быть больше демонов осталось 10 очков давайте сейчас его после этого матча поиграем в киндет матч в android он будет встроенная многоконность может поможет смотря на каком на какой операционке уазе планшет но на самом деле я не думаю что это поможет потому что как бы ты не делил этот экран все равно это будет неудобно да если там не 15 дюймов 15 дюймов это айпад про я бы не отказался там даже смогу конность как говорил высоко он типа все вот этим модно и там дизайнеры я как использую ставлю в одном окне твич в другом браузер и все так поиск матча давайте команда базе можно попробуешь зайти да сейчас попробую еще раз мне красоты дизайнерские фичи и понравились я прекрасно понимаю что как с первым ноутом свое время было у меня я там порисовал в этих блокнотиках какое-то время небольшое насладился и дальше этой функции практически не пользовался но все равно сам по себе возможность этого радует сейчас сделаем в общем-то героя который копался в грядке у драга на айпаде про говорит драгу это же про ipad pro а ipad mini отвратительное разрешение экрана это читаешь удивился ipad mini первого поколения да там с разрешением похуже конечно у 2 вроде все нормально насколько я помню прикольный такой цвет металлический мне нравится он тоже так цвет подсветки у нас один узор есть узор а разделение он пишет неразрешение да там было тоже написано разделение экрана это я просто так сдалека криво прочитал ордонте это у меня все равно не дает ничего принять ничего не реагирует ничего не за да я думаю что это надо перекачать демку я сейчас удалю демку и как раз таки может быть успею скачать еще раз не ретина дисплей так разрешение в глупо не разглядишь шик у реки натрана в африке ретина углумление она за боковой раз у тебя не получается давай тогда я одиначек собираю игра я поставил заново качать бетку скорее всего где-то к концу трансляции она только скачается мне чисто просто даже интересно кто будет с ps4 сразу пара переходить на без четыре с половиной я пишу сразу что я вряд ли буду переходить пишет дима лиджиндере я вообще думаю что мало кто будет об этом кстати говоря мы будем говорить в грядущем подкасте до который мы будем записывать наверное либо завтра либо послезавтра в целом я на самом деле сам по себе не против таких вещей и как бы может быть даже и сам бы взял бы апгрейн эту приставку особенно если там будет какие-нибудь варианты такие обмена до него не будет ты уже скажешь что не будет но я думаю что это не зайдет абсолютно и иван логинов пишет некстер ли это что скажете про дизайн игры но вы думаете где словно еще одна игра с blizzard да как-то если честно на blizzard не похоже дед спайс если честно мне напоминает просто мне мне вообще не что не напоминает просто понаворовали из разных шутеров некоторые дизайн открыт откровенно взяты из хейла некоторые дизайны заимствованы из старых думов ну понятное дело вот монстры вообще просто ну тупо клишированные вообще вот ничем не выделяется эмоции пипец трэш да эмоции это трэш запастись углем активированным больше так себе так как он пишет что мой персонаж выглядит как будто он буксировал машину во время дождя буксовал буксировал до толкал короче буксировал я твою машину во время дождя эмоции трэш вообще лучше бы их не добавляли а назначили на кресты на что-нибудь полезное да например те же кстати говоря эти что потому что происходит да нет я откашляться пытался те же доджи какие такие штуки можно было на крестовину повесить доджей не за вот а так у нас есть вот эти эмоции вообще не прикольные блин и и все так подгружается в начале уровня все текстурки прям привет деделя что так подгружается и похоже знаешь на ранние версии игр которые были на андреале написаны да именно так вот тут вообще движок вот этот айдишный который там в рейдже использовался так что понятно почему подгружается и вольфенштейне все подгружалось так что это вообще не сургурис лидерство захвачено блячка еще с айди версии 5 да вот вешку что я хорошо что микрофон и есть кнопка мьюта а потом я вообще тут закашлял всю трансляцию забавно наблюдать как на экране сообщение появляется раньше чем в приложении twitch на боксе такая жесткая задержка не тянет просто до xbox ничто не я знаю что с ним по крайней мере там часов 12 несколько там sunset овердрайв проходится ой вольфенштейн как вспомню пишет драга глаза болеть начинает так графика там неплохая была но сама игра да пойдет да ладно вроде хорошего отзывы были все так радовались от стулья шуту вот это отдельная тема понятно попробовала в ген адвенчурс 2 ассимилийшн разочаровался игра про ингридеогейм нерда ничего не могу сказать я в ней не играл но я особо фанатом ингридеогейм нерда тоже не являюсь поэтому я а я все все вы все выпуски вообще ты прошел его на ю тубе а я когда поворачивал чувался вот там мыло было окей голова окружилась правда с непривычки на пути деманическая одержимость закончилась деманическая одержимость боже мой чуть я кстати говоря на дробовике какая-то раскраска как у меня на ковре нормальная раскраска я специально пытался взять как у тебя на ковре я думал что край так выпустит игру на ps4 близкую писи по настройкам к разе стреладжи но нет что это там за штука так или же давайте попробуем взять а это полный счет и чёрт чёрт речи узнан пусто когда ведь отечественный ответ капиталистам от нашего киномана а ты про защитников выйдет не знаю надеюсь никогда или нет это ответ на ингридеогейм нерд у нас же наш такой старый да этот старый нерд такой-то киноманы она называется возвращение двойное убийство добро кирилл а про защитников до меня горит зовут хан я сам в комментариях кто-то короче этому сарику и адрес я на этом режиссер этих защитников отправил ролик с то как делали дэдпула то есть то что там все практически на зеленом фоне было сняты сам себя подорвал граната и на что сани кадры асян смотря то как сделали дэдпул сказал что мы делаем все точно так же мы ничем не хуже кроме того что у нас всех вообще людей которые кино снимают пушка импотенция творческая но не у всех глаза не у всех там квартеты и может быть исключение но у многих нашим многим талантливым режиссером не хватает жесткой продюсерской руки которая бы действительно где-то что-то могла ограничить где-то что-то могла подсказать да 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 чтобы вот так вот и так вот потому что вот посмотря даже на того же михалкова но человек действительно там талантливый заслужены все дела но сейчас его настолько сильно раздувает что его творчество его творческое вот это вот желание реализовать какие-то дикие идеи она просто не вмещается в формат его же фильмов где-то что-то бы если мы если бы мы продюсер посоветовал там подрезать и убрать это это бы исключительно в плюс сыграло бы я ходил на легенду номер 17 мне он показался довольно неплохим я не смотрел ну его кстати говоря хвалят я думаю что все таки я как-нибудь его так посмотрю по крайней мере по сравнению с другими фильмами про него больше позитивных отзывов чем негативных это уже что-то должно зазначить конечно кто-то там брал интервью пачкова посмотри леджей крашер пишет что помнится я как-то брал интервью у пачкова дмитрия юрьевича и спросил его по поводу нынешнего кино он сказал что сейчас пилят бюджет и они снимают кино я думаю что он абсолютно права все ну это блин правда это настолько очевидно что мне кажется не нужно быть каким-то большим тераналитиком ну тем более пучков просто так никогда никого не обвиняет поэтому ему виднее в этом плане теперь вся надежда на панфиловцев да будет такой же треш как и сталин брат его чтобы на щупом панфиловцев мода или нет я честно говоря не знаю знаю что пучков денег на него собирала вот тогда я на ошибаюсь то есть там долго немного лет собирали деньги это помню и там у них был с мединским по моему договор что сколько пучков соберет на своем сайте денег столько же министерство культуры выделит ему бюджета они собрали по моему 31 миллион и 31 миллиона также выделили ему министерство культуры плюс еще они нашли еще каких-то сторонних инвесторов в итоге бюджет набирается там что-то около 70 миллионов ну понятно дело рублей я думаю что за эти деньги можно снять достойное кино другой вопрос что если эти все деньги действительно будут также прозрачно тратиться как они прозрачно собирались да все видели кто здорово но если это пучков снимает я не думаю что не было так прозрачно тратиться если честно тут поживем увидим что называется кто пишет что команда очки это мое здоровье и мана или что там в общем здоровье и патроны снизу сверху команда очки хп4 вернее да ничего так народ уже попрокачивалось уже пятнадцатый уровня есть двенадцатый семна не 15 до максимально на ю тубе и 3 ч нас примерно смотрят 20 человек 20 24 человека сколько стримить по времени планируете еще полтора часа может поменьше ну грубо говоря часов до наверное двадцати двух ну я не знаю наверно навряд ли 22 часа уже будет сколько через три минуты что ли нечего через 22 30 до я перепутал я не увидел минутную стрелочку принципе режимы мы посмотрели мы посмотрели карту сейчас еще чуть-чуть поиграем и все до первоапрельская трансляция меня подкололи короче я понял них и не дали поиграть как ты еще лучше попробуешь разойти а я сейчас посмотрю как там я просто скачиваю я там только начали скачку находится но получается вообще медленно скачивать но это же не ваш xbox xbox рано быстро скачивает я ну конечно серьезно ну нагрузки то на сервера нет никто не играет пишет а вгн сразу вспомнил песни из выпуска порой карри варерус выйдет хэр го я сразу вспоминаю песню которая у него на заглавной теме которую там сам про него написали где прочитал то что чего логина пишет на youtube ян логинов поиграю он черт требовал баннер сага а я пойду порваться в метом а после стримов баннер сага кстати говоря недавно все таки вышел мой обзор который я еще в прошлом году закончил как-то он попал в такой долгий ящик нашего редактирования в черную дыру пока да там просто надо было сначала что-то еще там добавить я добавил потом она там другие обзоры более актуальные постились про него немножко подзабыли ладненько я отойду но обязательно вернусь на фоне играет музыка из терминатора рядом стоит карлсон ну и чат чат чан слава и куда же без него я уж подумал патриарх тебе сообщение хрислав но он же я но этот не антон салогинов антон салогинов сало да да я еще больше подсказку там оставил в комментариях а да я просто не вижу кто тут вот просто смотрю задалека не вижу ники дадима джентль это подсказка конечно блин я вспоминаю что там было и он логинов пишет боже упаси и крипто это как это да да кстати говоря он не иван он ян получается ян ян помню девка на 1 апреля мне кажется увлекал новость что михалков экранизирует мгс4 и сам кстати кто нибудь сидит на китче нравится вы видели какой там они трэш и угар сегодня устроила появился союзник брали от 100 до 7 кстати она там советы для девушек дать и да да ты совсем трэшовые советы не буду сейчас озвучивает мы постибались конкретно да молодцы я я тоже не сразу понял думаю чуть так и куда я попал причем мне скинул ссылку вадимейс а я даже знаешь я зашел тоже по ссылке вадимейс и так подумал блин наверное я ошибся с сайтом мисклик короче не туда попал я еще тоже хотел сказать что у тебя ссылка не та потому что ссылка та логи да да до блока выиграли да пропарили как и карина карина нам нужно иначе будем терроризировать модуль поиск силы активирован демоническая одержимость закончилась возвращение модуль поиск силой активирован почему мы на это 1 апреля ничего не сделали честно говоря я вообще противник таких обязательных шуток если пришло в году вы что-то прям реально оригинальные интересные прикольные да если нет насильно мучить не нужно поэтому если не сделали значит ничего прикольного не помнишь помнишь когда маши рифты меняли я помню я чуть не убил после этого дамона да ладно круто потому что эта штука зависла и форум не хотел обратно или рецензия на этот как на инфеймос 10 баллов написали ну вот нормальный обзор наконец-то я вернулся и продолжаю жаловаться на иос мне кажется этот режим сумеречного экрана бесполезно причем что этот режим можно было включить еще по моему года четыре назад на с помощью джо брейка там бутыль какой да я думаю что все эти такие фишки сейчас стали внедрять просто потому что надо что там еще как бы для кончика склярили этот режим они говорили что мы делаем специальный экран который но это примерно то же самое то что у нас шампунь с керамидами r что такое керамиды r никто не знает и нафиг они нужны тоже никто не знает но при этом у нас шампунь с керамидами r понимаешь да на самом деле шампунем я точно помню еще когда я учился нам как пример продвижение через непонятно что приводили что у какого-то из шампуня и писалось то что шампунь содержит что-то то что это и при этом как бы он не отрицал что только наш шампунь содержит вот эти вот филип функции фишки и получалось так что они писали другие не писали все думали что эта штука есть только в шампуне на протяжении умолчание да и звезде она пока бытку качаю спасибо любимому форму вальтрон я так думаю тебе кто-то дал на нее код у нас такое продик практикуется часто на форуме надо добрые люди просто не хотят поиграть и первому встречному быть закончилась я тоже так делал ну я то что я кстати говоря после прошлого игры мира эти помощь мы коды на скидке в мвк достаточно быстрыми в теме playstation 4 реализовал там три ушли прям мгновенно два еще там несколько дней весело конечно же мы вас не принуждаем сидеть на форуме хотя все-таки принуждаем ладно окей и почему не принуждаем принуждаем сидите на форуме тем более скоро он уже обновиться будет супермодным с поддержкой мобильных устройств ну да там адаптирован и адаптированный шаблон без мобильной версии но он абсолютно четко умеет адаптироваться под разрешение мобильного экрана очень удобно я по крайней мере вот сам когда тестировал новый движок там очень очень много интересных функций в общем я надеюсь что скоро устроим открытое тестирование сами все увидите надеюсь здесь должно быть уже на днях да поэтому я уж так открыто об этом говорю хотел 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 сказать надеюсь да и 3 но открыто уже потому что вчера на самом деле у нас форум он подвис и ночью не открывался по той причине что мы копировали базу итоге как мы и так нифига не скопировали представляете там самое самое то что нас удивило на у нас большая база данных мы всегда знали но никогда не смотрели ее размер и получается так что у нас несколько гигабайт занимает сообщения посты там темы все дела плюс еще там по моему гигабайт занимает база данных с пользователями а 10 гигабайт занимает база уведомлений что этот человек процитировал такого этот человека этот человек то есть мы были вчера сидели вот этот конечно слышишь арси аниме привет рад видеть тебя на стриме ты по ходу первый раз да привет как у тебя дела арканин пишет на и 3 форум упадет как пить дать даже не пишет а вангует но я думаю нет я думаю что он не упадет но очень будет до лагайтесь и нагрузка будет серьезная потому что знаете если microsoft купит на у тебя кто упадет то тогда просто я лично это как было с финалкой на xbox этот наугав упал но я не думаю что он будет прям так падать потому что я помню что последние разы были прям сильные лаги у нас просто не так давно обновили серверу железо и поэтому не должно прям так именно падать конкретно то есть лаги будут на слышал с аниме играем в doom вот новая бета-версия нового дума выходит по моему через месяц сама игра еще кстати вот этот чувак которую я сделал похож на один скин с дэстами особенно вот шлем такой ну на дэст они вообще похожи особенно эти как называются вот которые там яркие скин и такие стерильники которые там сделаны белосиний только вот этим шлемом похоже просто в дэст не бывали такой шлем и чисто один глаз такой был посередине слыша расстоянием и пиши что он или она это ванга ну отлично я думал она уже умерла дома но тут ты еще скажи что она просто она не умирают они улетают домой один так так смешно выглядит как него так вот бегает в одной той же позе учетские ребенка азия ну как там скачалось пишет лэджа крашера нет не скачалось только не умеет скачивать зато там есть игры на и звук тоже есть игры эксклюзивный танк и есть солнце двердрайв там есть я все-таки сказал во множественном числе там есть форта порциями играми как порт они играют до малого и припасов нужно больше припасов я про то что угадал игру но постеснялся написать да не стесняйся пиши все что думаешь только без матов пожалуйста скорее играли их он спрашивает стыдно стыдно спрашивать такие вопросы у него играли все по моему но мне скорее мне понравилось у низкий рим понравился гораздо больше чем убили вен не но он лучше чем блин понятное дело но мне просто я в свое время я просто вам хейтером oblivion а потому что я как бы ждал игру получил непонятный редактор обезьян вместо персонажей кучу уродских просто окружи окружающих тебя героев каких-то непонятных когда концепты вначале вернее этот с королем увидела так короля я подумал что не знаю но текстуры может быть не загрузились или еще что-то нет это такой вот вариант а я вот просто был одним из тех потому просто микро количество людей которые вот в то время когда вышла skyrim играли в dark souls и я просто вот после dark souls и чисто ради любопытства зашел skyrim и просто не смог у него играть потому что игра такая знаешь ну там с этим примерно одинаковым и когда там скелет убивается с двух ударов а дракон с трех ударов я просто не наплюнул и вырубил удалил пошел дальше вводить этого лорда гвина грелорда нет а там в третий раз я на самом деле в skyrim играл уже после того как я наигрался в dark souls поэтому мне так сильно разрывало от несоответствие не ну просто тогда еще dark souls не был на им стримом вот и в принципе это это давало какой-то такой ламповость ему то есть все обсуждали с карима ты такой сидел и спокойно dark souls играл и понимал что он круче хотя с каримом дохренища награды на 200 гвотя гривенант ну хорошая игра почему не получить 200 гвоти да не спорю просто я вот такой что мне она не очень понравилось мне кстати тест онлайн понравился там начало так себе но со временем игра начинает раскрываться пишет ирфурьез мне в тасс онлайн понравились я в него не играл но я видел кучу этих свежих роликов они были классные я в такой кино посмотрел не обязательно можешь третьей части начинать играть это если ты про драк соус то в принципе в лоре ты не разберешься но удовольствие получить можешь чтобы полностью понять лор надо либо что герои википедию либо проходить все с первой части на самом деле я тебе скажу так чтобы понять лор сейчас на ю тубе есть куча ну да хорош хороших роликов можно не палиться и посмотреть их там за 20-30 минут объяснят абсолютно все 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 и это даже будет похоже на такой интересный рассказ или там какую-нибудь там аудиокнигу и прочие вещи такие 20-30 минут реально мало где-то за час может если учитывая даже димон соус потому что димон соус перспективы час да то что пока ты особенно это для москва актуально пока ты куда-нибудь едешь в метро учитывая то что кстати говорят в московском метро сейчас есть бесплатный вай-фай просто сидишь посмотрел абсолютно а помнят ли сейчас арена и даггер фолл про моровин тоже не спрашиваю его и так помнят конечно помнят даггер фолл еще свое время прозвали баггер фолл за его плохой оптимизации ради играбельности ради играбельности конечно стоит соуса все в плане геймплея очень крутые неповторимые игры я как бы проснулся уже даже ничего не говорю потому что но даже за время стримов я о них рассказал говорил и упоминал очень много раз в любом случае сэшерс аниме ты можешь подписаться на наш канал и когда у нас будет стрим по драк-сосу зайти посмотреть и решить нравится ли тебе эта игра или нет прикольно дум явно про будущее но вот дробовики в этом будущем не изменились просто мне очень сильно нравится дробовик как бы можно еще с ракетницей попробовать побегать но мне дробовик доставляет но дробовика двухствольный такой каноничная такая штука для думы поэтому особенно с раскраски как у моего ковра это железный лоб 70 секунд наверно не будут стоять маническая одержимость закончилась моему другу моровин достался вместе с видеокартой это он наверно 8 800 покупал свою а баровинт это шутка вечная еще если синий изолентой перемотать так вообще убивать богов можно я давно подписан но не думал что тут есть стримы но если не ошибаюсь тут чаще всего вела девушка девушка стримы не вела никогда стримы появились месяц назад и в принципе будем тебя ждать на следующих консляциях девушка а новости у нас были а чей голос за кадром это случай мне 333 догнает за кадром этот имейший голос комментатора это репетур если ты имеешь ввиду азия то это мой стокастер да азия банмастер на форуме на сайте и вообще хороший крутой человек мастеров банхаммер если ты имеешь ввиду мой голос то это я логично конечно я просто не понимаю чей это голос имеешь ввиду хорошие гейми вроде бы давно наше стримы уже ходишь хотя раз он давно ходит наши стримы то я думаю нас то он знает и он имеет ввиду репетура который комментирует а я даже не увидел блин дурацкое это приложение на ю тубе там ники таким светлым цветом написано что их практически не прочитать там с метрового расстояния антон коршем это иду голос из игры это борис арикатура может загуглить очень популярный чувак озвучивает много игр фильмов сериалов это от винта грубо говоря дано то если ты смотрел если ты смотрел там бонусы гомовер это тоже он бонус по моему до гомовер кстати говоря это уже такой смуглый парень да он я его часто в свое время видел в районе савиловского рынка в москве своих этих кругленьких очках прикольно так кстати тут антон корш из про нет спрашивать арканен спрашивает сделайте более явные группы фиг попадешь в c3 ну а c3 и не должна быть явной группой это скрытая группа если ты хочешь попасть и ты напиши мне в личное сообщение на форуме у нас попадают туда по голосованию и если пройдешь голосование мы тебя добавим flexcb спрашивает на какой платформе играете привет дружище во первых во вторых подписывайся на канал в третьих играем на ps4 от винта снова же запустили серьезно надо будет посмотреть вы играли в дал мой край если да то как он смотря в какой если в новый день ну я играл вольный ворсер старый это еще лучше я играл во всех являюсь фанатам серии мне нравится перезапуск старые части кроме 2 конечно же дима legendra спрашивает проще говоря на снега комментатор игром они ну да 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 он самый самый первый самый лучший это точно но кстати не только в игром они я только где только я его не встречал его голос на чертах и ванчар тот один например он не только кстати говоря и на игровую тематику что я помню что-то он связанную с космосом озвучивал на rntv передача кайта была за кадром голос бы я лично три четыре пять наверное это продаю май край ну пятое это наверное димси вот мне лично старым делом и края больше нравится хотя она у делом и края тоже хорошие пройти делом и края на данте мазда это всегда было круто но у меня в друзьях как-то давно в 2007 то ли году то в шестом в друзьях человек который по лидер бою лидер бордом был первый в россии подъема и края члены на данте мазда и всю игру это на в третью четвертую части все не проходил третью часть я проходил наверное где-то треть а четвертую я проходил прошел на данте мазда и наверное две трети группа больше половины как вам мысль фильм по скайриму хорошая мысль но его не снимут потому что нужен бюджет что думаете о новой поскорим это помню любое такое фэнтези грубо говоря игра престолов тоже по скайриму не совсем но ну я тогда утрирую конечно что думаете о новой фэнтези я жду надеюсь плачу я на самом деле после 13 файнал фэнтези не верю мне понравилось все поэтому я говорю вопрос закрыт так и что тут хочешь поиграть в dmc купить dmc hd collection я знаю у меня есть hd collection xbox 360 и рихон так вроде уже есть что-то в процессе нет фильма поскорее монета процессе процессе только фильм по варкрафту практически готовы уже по моему да уже большую рекламную кампанию запустили дима легендарь и насколько я помню dmc который перезапуск не очень любит поэтому советуют купить dmc collection правильно говорится да неправильно не но надо ну я считаю все равно лучше сначала познакомиться с оригинальным dmc я думаю одно другое другому не мешает вообще атмосфера все таки в новом dmc немного нет хоть он мне нравится как бы мне нравится сюжет мне нравится там по текст который там есть нравится персонажи и в принципе как все по канонам соблюдено кроме белых волос данте конечно же переносим белые волосы тоже соблюдены да там простебали вот этот момент с белыми волосами непонятно вообще зачем и как я не там в конце в конце или ты в режиме дня я здесь я же да да не только вспомни концовку dmc а понял понял да да когда он этого я не буду не будет спойлер просто один из главных спойлеров ребят кто смотрит японскую анимацию они мы там еще до что смотрим потихоньку все что-то но я нет варкрафт ассасинка варкрафт ассасин еще не скоро варкрафт ассасина варкрафт ему будет а когда он будет я забыл что то ли летом то ли осенью нет да га 131 только что пришел на наш стрим привет дружище не знаю спрашивали кто ну как он brutal doom мне кажется ли что doom 2016 это обопсевшая версия сделанная с оглядкой на brutal doom именно так но я и думаю да мне нравится старый dmc но я не против чтобы оба варианта существовали аналогично а ну я абсолютно согласен с димой леджинга я бы хотел чтобы они вообще развивались параллельно потеря зоны погугли насчет передачи от винта ничего не нашел инфа запуска новая передача была ждем репертуру может 26 мая же это ты про что это скорее всего про варкрафт не варкрафт летом в июле вроде помню что летом да а может быть но ассасина блин что-то не трейлеров не было еще не дата анонса вроде бы не было лидерство захвачено но brutal doom да был по хардкорне и получше да да драга спрашивает что нам ближе всего варкрафт или ассасинка конечно варкрафт азасин вообще треш говно уже попсел надоел настолько что не хочется про него слышать это если про игры то я бы не сказал что мне что-то прямо так сильно ближе потому что стратегии это не мой самый любимый жанр а в ролдов варкрафт я забыл что-то принято в улдов варкрафт да ну ближе конечно верно варкрафт хотя ассасин скрид ну вот если не брать в расчет что он так вот сильно уже надоел сама по себе концепция мне нравится и история это аудиторию мне очень сильно зашло я в варкрафте очень много времени в свое время провел и в принципе мне будут реально ближе эта игра почему-то себе а драга не спрашиваешь прошу не это у нас поправляет что там из ближайшего варкрафт или варкрафт ближе пардон драга я просто смотрю на расстояние не всегда четко вижу буквы а здесь забыл переложить бинокль в этот раз чтобы разглядеть текст телевизора не бинокль монокль мне не в телевизоре я просто мобильник стоит на столе на подставке и я тебя смотрю там как мир с мобильника не проще все чаты вывести в одно окно на телевизоре просто смотреть их они так появляются позже не именно сейчас и не со стрима а именно вот с сайта мы и ладно я это расскажу потом ну тогда получается что я уменьшаю окно трансляции никогда не вижу тогда что ты делаешь по игре ты можешь упороться конкретно и убрать трансляцию вывести короче все чаты сделать планшет вторым экраном и вывести все чаты на него из типа стриме стримить на планшет смысле стриме стриме чаты на планшет с компьютера повод но лёха ты понимаешь то что это ты буржуйку которого три мониторов параллельно работают на компе я все таки хоть и большой на телевизор не но я имею ввиду я же тебе говорю с компанией стриме чаты на планшет с вторым экраном вот для ксэ ну вот я запустил чат твича а как же революция чаты невозможно параллельно смотреть я не знаю как это сделать на планшете чтобы одновременно если это можно было как-то сделать тогда скажи захватить у тебя ipad у меня в принципе есть android этот ipad же можно сделать с мака как в общем и стримить картинку с маками цена захватить там лишь есть может такая функция ну вот все реализуем к этому не стрима это расскажу да да флекс кб подписался на наш канал ждете новую мир сэш как вам первая часть первая часть понравилось ждем новую мир сэш да как же революция это ты про что слышали ранее мы если про assassin's крит я не знаю что там за революцию если warcraft то знатоки говорят что сюжет базируется на первом варике я вот не помню либо на первом варике либо на самых начальных действиях ворога форкрафта и там на первом варике потому что там идет конфликт людей и орков и орки типа если ты смотрел внимательно трейлера то там уроки с людьми в конце как обычно объединились против какого-то врага но это уже тогда сюжет лечь 3 части ну да сюжет лечки лечкинга хотя нет но поиздевался над сюжетом поэтому там трудно что разобрать не поиздевался все нормально там все хронологично ну давайте для трансляции захват зоны просто так мы сейчас далеко уйдем в этом плане там сюжет того же там frozen throne и прочие вещи взяли просто все весь сюжет третьей части свернули нафиг и когда будет следующий стрим я очень постараюсь чтобы он воскресенье но могу за успеть и он будет понделек но скорее всего да будет воскресенье так фильм будет самостоятельным сюжетом мало чего имеющего общим с игрой вот она речь и если речь зашла про фэнл фэнтези то ждете ли вы ремейк седьмой части как думаете сможет ли она удовлетворить старых фанатов и привлечь новую аудиторию одновременно судя потому что мы увидели в демоверсии пятнадцатой части сомнений все больше и больше я думаю что в принципе ремейк может быть неплохим старых пользователей он обязательно огорчит что там будет что-то не то как обычно новых пользователей привлечет потому что это сквайр и никс они не могут сделать все хорошо ассасин скрид революшн продолжение второй части ладно окей мне общаться скрида неинтересно допустим комментирует ассасин скрид революшн продолжение второй части братства я помню революшн может быть поставщик активирован инфинити в р.н. кстати привет рад видеть тебя на трансляции очко идеи фильмы будет разгром штурм города возможно короче главное чтобы не углубу но в убор снимаем дерьмо если про революшн то мне кажется там красиво очень закрыли всю эту историю социо уже стареньким так ну я думаю в принципе стрим мы можем уже заканчивать вот потому что вы уже новое я вам ничего не покажу уже на автомате играю вот так выглядит бета-версия дума два режима две карты много но у меня продолжают скачиваться давай же продолжает скачиваться всем спасибо за просмотр да всем пока всем удачи подписывайтесь на наши каналы на разных соцсетях приходите к нам на форум на сайт в общем мы вас ждем до отвечу на последний вопрос он там брэйк будет обязательно у нас еще бы два стрима в окно там брэйк всем до встречи смотрим смотрим заставочку